Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» не нуждаются в своем представлении. Ее сотрудники помогают людям более чем в 80 странах мира. Это единственная подобная иностранная организация, которая зарегистрирована и в Приднестровье. К сожалению, большинство гуманитарных миссий, большинство организаций международных, которые должны и занимаются оказанием гуманитарной помощи, и помогают в улучшении системы здравоохранения, системы социальной защиты во всем мире, и, к сожалению, они имеют определенную политическую конъюнктуру. Дело в том, что единственная организация, которая зарегистрирована на территории Приднестровья в Молдавской Республике, это гуманитарная организация, это «Врачи без границ». Впервые представители Международной гуманитарной организации «Врачи без границ» прибыли в Приднестровье в прошлом году, а уже в феврале этого ими была начата работа по реализации программы лечения ВИЧ-спид-инфекции. В настоящее время на территории города Террасполь разворачивается амбулаторное отделение для наблюдения и лечения лиц со спид-инфекцией. Следующим этапом станет открытие централизованной лаборатории для полного обеспечения всех необходимых лабораторных исследований данной категории лиц. Об этом сегодня президенту Игору Смирнову рассказали представители делегации о данной Международной гуманитарной организации. Последние два месяца мы занимались реабилитацией отделения по лечению ВИЧ-спида на территории Республиканской клинической больницы Террасполь. Параллельно мы ведем реабилитацию и ввозим новейшее оборудование в лабораторию, диагностическое оборудование в лабораторию, и мы планируем начать лечение антиретровирусной терапии пациентов в ближайшие 2-3 недели. Напомним, что когда международные организации проводят мероприятия по улучшению системы здравоохранения и улучшению социальной защиты населения, то Молдова ведет расчет и с учетом нашего региона. Но за исключением программы по борьбе с туберкулезом Приднестровье до сих пор не получило ни одного шприца, ни одной таблетки, ни одного рубля помощи. Врачи без границ видят, что международные организации у нас не работают, поэтому своим примером они показывают другим, что в Приднестровье можно и нужно работать. И что также немаловажно, при таком контакте наши специалисты могут воспользоваться имеющихся у них опытом. Наша вторая целью является, помимо лечения, показать своим примером другим организациям гуманитарным, о том, насколько здесь можно работать и как здесь можно функционировать. Таким образом, после встречи президента, мы надеемся, что последние препятствия на этом пути будут сняты. И таким образом, в будущем, мы сможем вдохновить другие организации на работу здесь. Глава государства поблагодарил представителя организации за то стремление и помощь, которую оказывают врачи без границ в Приднестровье и во всем мире. Потому что мы первые официальные, скажем, как-то ассоциации, которые у нас, и впервые мы осущаем помощь в решении вопроса сохранения здоровья граждан. В проложении рабочего дня президент провел совещание с главами госадминистрации, которые представили информацию о развитии народно-хозяйственного комплекса городов и районов республики. Еще одно совещание было посвящено развитию отрасли связи в Приднестровье. Подведились итоги завершения инвестиционного проекта по созданию систем международной, междугородней, мобильной и беспроводной связи в республике. Сегодня же глава государства провел еще ряд встреч.